Сегодня я хочу перечитать его перевод. Батчина исполняет введение входа. Батчина исполняет введение входа. Батчина исполняет введение входа. Батчина исполняет введение входа. Где моя Рагунат Хабата и Капала Батта? Где грешна Таска и Раджа? Куда так неожиданно исчез великий танцор Господь Гавранга? Я разобью свою голову о камень и брошусь в огонь. Где же мне найти Господа Гаврангу воплощении всех замечательных качеств? Не способны приблизиться к Господу Гавранге, сопровождаемому всеми этими предами. В обществе, в котором он проводит свои игры, на годам удаст, просто плачет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ахута. Приглашенный. Бхагаван. Господь Кришна, Личность Бога. Рагья. Царем. Яджаидва. Следил за тем, чтобы их совершали. Дви джаи. Учеными браманами. Учеными браманами. Дрипам. От имени царя. Васа. Пребывал. Катичит. Несколько. Маса. Месяцев. Сухридам. Ради близких. Ради близких. Дрия камьяя. Для удовольствия. Для удовольствия. Перевод стиха. Господь Шри Кришна, Личность Бога, приглашенный на жертвоприношение Махараджи Ютиштиры, следил за тем, чтобы их проводили квалифицированные дважды рожденные браманы. После этого, чтобы доставить удовольствие своими родственниками, Господь остался там на несколько месяцев. Махараджи Ютиштира пригласил Господа Шри Кришну наблюдать за проведением яги. И Господь, повинуясь своему старшему двойродному брату, устроил так, что яги проводили в ученые дважды рожденные браманы. Рождение в семье брамана само по себе еще не делает человека, способным совершать ягию. Нужно родиться во второй раз, получив необходимое образование и посвящение от истинного очария. Однорожденные потомки из браманских семей стоят на одном уровне с однорожденными шудрами. И таким брама-бантову, неквалифицированным однорожденным сыновьям браманов, нельзя доверять проведение каких бы то ни было религиозных или этических церемоний. Господуша Кришне было поручено проследить за проведением жертвоприношений. И он с присущим ему совершенством обеспечил их проведение настоящими дважды рожденные браманами так, что они прошли успешно. Такая важная тема, здесь затронута. Витештира — один из ближайших слуг Кришне. Витештира — один из ближайших слуг Кришне. Он играл определенную важную роль в истории Махабхарати. То есть включил его роль. Вся история Махабхарати сводится к личности Итиштиры. Непостижимая для обычных людей. Обычно мы знаем из пандов наиболее прославленного Арджуну. Но это Кришна прославлено как близкого друга и воина. Но вообще вся Махабхарата не ради этого. Это пример всей истории планеты. Единственной личности Итиштиры мог пригласить на свою Ягию как царь. Просто как друг из личных отношений Кришну пригласить на церемонию. Кришна приходил и отвечал на моё приглашение. Потому что он говорит, я близкий друг всем живым существам. И особенно дороги ему преданные. И вот Витештира был настолько дорог Витештири. То есть Господь Кришны. Особенно в лице императора, который заботится и даёт Кришну всем подданным. Совершал невообразимое служение духовное. Похарашу Криштира. Мне выдержали столько испытаний ради того, чтобы исполнить свой долг до конца, как того хотел Кришны. И сами не хотели делать то, что должны были делать. Но Криштира был настолько тверд в тхарме, что преодолел все эти препятствия. Все эти недовольства, все эти трудности, всю эту боль, все эти обиды и всё что угодно было. И ради служения Кришне он пошёл на всё фактически. И когда он совершал жертвоприношение, он приглашал Господа Кришну как главную фигуру его жизни. Ради чего он собственно это делал. Против даже собственной воли он действовал всю жизнь. Что просто Кришна был доволен. И Кришна приходил туда лично, присутствовал. И что же делал Кришна на жертвоприношении, который подвод был священную ему фактически. Приглашал его как хвостя. Кришна следил, чтобы это было правильно сделано. То есть не все наши усилия можно считать ягьей. Не любая деятельность может удовлетворить Кришну. Нужно делать правильные вещи. Поэтому есть физические правила предписания, как же всё-таки сделать правильным наше служение, нашу деятельность. И для этого он пригласил туда дважды рождённых Брамова. Никто другой не может проводить ягьей. Если мы хотим достичь совершенства в Санкиртане ягьей, то нужно тоже получить второе рождение. Значит это не совсем правильное было ягьей. Мы можем достичь успеха в этом полном. Необходимое посвящение. Что такое второе рождение? Второе рождение означает, что человек рождается в обетах. В разуме. То есть он рождается в невежестве. Любой ребёнок это пример невежества. Что это? Капризы. Я хочу то, я хочу это. И родители должны выполнять все его желания, пока он маленький. А потом ожидается, что он проявит разум. Проявится личность по-другому. Пробудется эта личность. И разум скажет ему, что нужно это делать. А если ты даже не хочешь, ты должен это делать из долг. Дхарма. И вот нужно родиться в этой дхарме. Второе рождение. Это браманское посвящение. Где даются обеты. Что ты не переступаешь в черту обратного невежества. То есть ты рождаешься, входишь в этот мир уже в цивилизованном качестве. И не возвращаешься обратно. Предварительные принципы. Второго посвящения. Второго рождения. Это четыре революющих принципа. На которых снижается религия. Четыре основы религии. Отказ от мяса любые. Заметьте, сейчас никто не проповедует. Из духовных людей никто так активнее проповедует революющие принципы. Они говорят, это не так важно. Важно любить Бога. В целом такая философия преобладает. Ешьте что угодно. Важно служить Богу. Не придает значения этому важному фактору. Интоксикации то же самое. Непринципиально люди к этому относятся. Беспринципно. Азартные или денежные махинации мы вообще не знаем, где это начинается и где окончается. Сейчас эти грани настолько стерты, где этот принцип, как его. То есть вы просто даже бизнесе занимаетесь уже. Вы вступаете в какие-то часто противозаконные отношения, вынужденные. Мир так устроен современный, что эти принципы они размыты. Непринципиально люди верят в свою жизнь. Они не имеют второго посвящения. Не родились в Брамане. Поэтому они не различают эти вещи. Они размыты. Иногда они нарушают их. Иногда они соблюдают их. Они непринципиально в этом. Незаконный секс тоже дело личное. Все это, так сказать, не касается нашей истинной жизни. Думают люди. Лично дело каждого, как он будет жить. Это рождение в невежестве. Они так остались на уровне инфантильного интеллекта детей. Они могут дать обеты, жить принципиально, чисто не возвращаясь в эти нечистоты, не возвращаясь обратно к материальному существованию. И эти Браманы, они могут совершать яги. И даже могут давать благословение. И если вы соблюдаете регулирующие принципы все строго, вы имеете силу обучить других этим принципам, дать благословение. И это сработает. Просто глядя на вас, люди будут делать то же самое. Потому что это пример, это сила. Это сила слова и сила поведения. Это браманическое качество. Браманическое качество означает, что когда вы говорите хорошие вещи, они живут после вас. Они не умирают. Слово должно быть живым. Обладать силой. Силой пробуждать разум человека. Они знают шастры. Они опираются на шастры. Никогда не опираются на ложное эго. Никогда Брама не скажет мое это мнение. А ты кто такой? Говорят, шастры говорят. Кришна говорит. Бхагаван говорит. Ачарьи говорят. Они всегда ссылаются на авторитеты великих личностей. Они всегда служат таким великим. Кришна защищает браманов. Го, Браман и китай. Он благоволит браманов. Прежде всего он думает, как защитить браманов с кем есть. Они находятся под личной защитой Господа Кришны. Коровы и браманы. В Калий Югу нет такой защиты. Как говорят демоны. Корень всех проблем это Бог. Все потому что есть религии и потому есть проблемы. Есть такая точка зрения распространенной. Потому что когда есть разные религии, люди верят в них. Они непримиримы становятся. Вера ее не искоренит ничем. Не выжечь никаким каленым железом. Все дело в Боге. Там такая фанатичная вера, что вы ничего не сделаете. Не подкупите этих браманов. Не продадите этих браманов. Единственное что можно сделать. Уничтожить верхушку этого дерева. И корень высохнет сам. Уничтожить браманов и коров. Потому что коровы дают молоко. Они берут ги и делают яги. Вот так они поддерживают духовную силу. Поэтому уничтожить нужно коров. И уничтожить браманов. И не будет никакого Бога. Корень высохнет сам. Если дерево срубить под корень, корень не выживет. Это философия дерева. И иногда так и происходит. Время от времени. Так и приходит. Упадок религии. Когда один губернатор в Индии. Это был англичанин. Известный англичанин. Известно что в Индии была колония. И он управлял. И он приехал туда. В то место. Где должны были его встретить. Этот губернатор. Гречанин. Для того чтобы дать какие-то указания. Делать какие-то законы. Посмотреть как идут дела. В этих областях. Контролировать ситуацию. Он приехал туда как важное лицо. Как самое важное лицо. На каком-то особом транспорте. Там и так далее. Лесница какая-то. Не знаю. Паланкин. Может это же был автомобиль. Уже в то время. Понятия не имею. Но это был англичанин. И он говорил что. Тысячи людей бегут к нему навстречу. И он обрадовался. Что принимают его авторитет. Признают. Но люди пробежав мимо. Бежали ганги на самом деле. Он очень был разочарован. Куда они бегут. И они меня встречают. Но они даже не обратили внимание. На самом деле они бегут. Куда они бегут. Что случилось. Что там. Они бегут. Омовение в ганге делать сейчас. Почему. Почему такая спешка. Потому что сейчас очень важное астрологическое влияние. Если кто-то в это время. В это время окунется в гангу. И получит освобождение. Вот они бегут. Ганги обываться. Они вас сейчас не заметят. Нет. А кто сказал. Что это благоприятное. С логическое влияние. Браманы. Браманы. Сказал. Он понял что пока существуют браманы. Управлять Индией невозможно. Он сказал. Вот так. Отныне. Каждый браман. Будет получать зарплату. И так исчезло браманическое влияние. Остались брамы бамы. Браман. Не живет ради денег. Он получает второе рождение. Где можно жить без денег. То есть. Вы рождаетесь. Но пуповину нужно отрезать. Второе рождение. Подобное этому. Должно родиться в духе. Где вы становитесь независимым. От материального обеспечения. Ни от чего. Он может просто пойти по полю. Собирать зерна. И варить потом себе пищу. И все. Там много остается. Колыся. Полны и полны пищи. Есть разные способы. Браманической культуры. Они так же бывают с советниками. При дворах. И так далее. Но. Иногда они сетуют. Что это неблагодарная работа. Потому что там их кормят. Обеспечивают. Лучше все таки. Быть независимым. Свободным браманом. Достаточно колойся в поле. И рисы можно собрать. Просто валяется на дороге. И ради одежды работать. Да. Одежду можно на обочине на дороге найти. Только выбрасывать. Достаточно постирать. И можно носить. Некоторые браманы. Думают так. Кто-то думает. Можно вообще жить в лесу. И в те времена. Когда Тичтира царствовал. Браманы могли выбирать себе образ жизни. Сами. Они могли. Кто-то мог жить в лесу. И царь защищал. Их выбор. Кто-то мог собрать колосья в поле. И царь защищал. Их выбор. Кто-то мог быть советником царя. И царь защищал. Их выбор. И браманы никогда не наказывали телесно. Даже когда он совершал преступление. Телесное наказание не присуще. Не рекомендовано. Это браманов. Они тоже могут совершать преступление браманов. Но там есть другие правила. Для каждого класса людей. Свой свод. Как бы законы правил. Законов и правил. Как однажды. Бирбалун был с Ильей. Когда требовалось. Акбар просил его. Совершить какой-то суд над людьми. И когда речь шла об раманах. Он присуждал. Просто оглашение его греха. А когда наказывал. То же самое делал Шудра. Он говорит. Его проведите по всеплышке. И бейте палками. У всех на глазах. Пирбалун. Заодно это уже преступление. Такие разные вещи. Ну посмотри. Говорит. Вот если огласить сейчас его преступление. Этого человека. Он себя казнить. Будет сам всю жизнь потом. Потому что это брама. Это будет очень сильное наказание. Но если Шудру побить. На базарной площади. Из-за его преступления. Он потом откривляться и смеяться будет. И делать то же самое. Это разный уровень сознания. Это дважды рожден. Это не дважды рожден. То есть это различалось в те времена. Различалось. Сейчас у нас все скутано в голове. Потому что из-за калий юги. Трудно понять. Кто браман. Кто не браман. Есть браманы демоны. Знаете такое сочетание. Так тоже случается. Которые действуют как браман. А потом идет спать с чужой женой. Такое тоже случается в век калий. Двид Джабанфу. Он как бы. Может быть рожден. По рождению. Придержит к этому классу. Но он не дважды рожденный. Он не утвердился в духе. Потому что в духе утвердиться можно. Просто получив посвящение. Нет. Формально не работает. Это нужно посвятить жизнь и сердцу. Это дух. Это нечто очень сугубо личное. Это не какая-то знаете процедура медицинская. Или хирургическая операция. Это исключительно глубокий сердечный выбор человека. А находиться в брамане может только при этом. Любящий бахти. Любящий браман. Актичару. Или по-другому называющий. Брамачару тоже самое. Брамачари. Он любит дух. Он не любит чувственное наслаждение. Брамачару. Мы все брамачару с вами практикуем. Брамачарию практикуем. Не просто что воздерживается от сексуальных удовольствий. Нет. Это еще за этим есть интерес к Богу. Вот что важно. Старая обезьяна тоже воздерживается от сексуальных удовольствий. Но интереса у нее нет в духовной жизни. Она не браман. Нам так остается обезьяной. Так ради чего же мы это все практикуем? Чтобы показать, что мы браманы? Или на самом деле, чтобы сделать выбор в жизни? И осознать Кришну. Осознать себя. Требнуться в свое изначальное положение. Следом как это делают великие ачарии. Как это призывает Швакрупада, великие святые. Это наш выбор жизни. Это наш секрет. Мы это не разглашаем. Кто как любит Кришну, мы об этом не говорим. О своей любви. Это не шоу. Это выбор. Сердечный, глубокий выбор. Это таинственная вещь. Сам Кришна будет наблюдать за нашей ягой. Не царь даже. Царь приглашал браманов. Он все устраивал. Но Кришна контролирует эту ситуацию. Кришна смотря на сколько браманы деквалифицированы. Насколько они дважды рожденные. Чтобы все было правильно. Чтобы все было от сердца. Никаких формальностей. Никаких церемоний. Внешне. Это создание Кришны. Как Кришна следит за поведением браманов. Чтобы тогда яги проходят успешно. Здесь есть последний текст в этой главе. Текст тридцать шестой. Кришна. 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 Траупаде. И другими родственниками. Направился в дворку. Сопровождаемый Арджуны. И другими членами династии Яду. Так заканчивается комментарий Бхак Виданты. В двенадцатой главе. Первая песня с Шриман Бхагаватом. Которая называется. «Рождение императора Парикшита». Траупада объяснил. Когда-то. Своим ученикам. В чем проблема современного общества. Он сказал, что я сейчас. Вы не найдете в современном обществе. Трех сословий. Только одно сословие. В этом проблема. Нет Брамана. Нет Кшатрию. Нет Вайш. Нет заботы о коровах. Нет управления, что позаботится обо всех людях. Нет трансцендентного знания. Остались одни Шудры. В лучшем проблеме. Так зачем же он создал это общество? Чтобы восстановить голову, руки, желудок. И материальное благосостояние. И управление. Я пропадочник переживал за это. Что это за управление в мире? Какой отношение к земле и к коровам? Почему устроится столько боев в христианском мире? Он против этого всего. Это делают Шудры, потому что. Они есть тут неосознанно. Под влиянием вкусовых бугорков. Желудка и собственные гениталии. Какие же они не дважды рожденные? Они не могут контролировать свои животные на громкости. Они создают цивилизацию животных. И гордятся этим. Цивилизация комфорта. Она очень привлекательна. Как один мудрец у него родился Ришишшлинг. И знаете эту историю. Как звали эту мудреца? История описывается в Махахарде в гробном. Ришишшлинге означает, что он был человек-олень. Когда-то этот мудрец увидел, совершая омывение, одну абсару, спустившуюся, принимавшую омывение обнаженно, красавицу небесную. И спустил семя. Эта семя плывала по реке. И олень их выпила. И она забеременела этим семям. Так родился Ришишшлинг. Он родился как молодой юноша. У него были ветвисты олени рога. Это был браман высшей категории. И его отец подумал, я греховный. Я видел женщин, я думал о женщинах. Но этот мой сын будет чище меня, лучше меня. Он был аскетом. Он устроил своей мистической силой так в этом лесу, что ни одно живое существо женского пола не проникало в ухашину вообще. Ни олениха, ни кабаниха, ни зачиха. Не было вообще двух полов. Этот ребенок вырос, он не знал, что есть два пола. Говорит, только мужские особи вокруг него. И никаких беспокойств. Он вопросов даже не задавал своему отцу. Вот так, такие бурбулы должны быть. Для мальчиков. Это в будущем. Сейчас. Мы уже плохой материал. Мы уже для этого не годимся. Уже поздно. И это был самый чистый, самый чистый человек на планете. Он даже не знал, что такое вообще существо. Женское существо. Он жил в Аскезе. Ну как спят ошельники? На земле, на посилке из травы кушая. Жесткая вещь. Нет такой подушки, ладони. Едят руками, простые вещи корейные собирают. Какие-то злесные фрукты горькие, полукислые. Не культивированные. Нет комфорта? Нет. Ни для вкуса, ни для тела. Никакого комфорта. И каждый день яги многочасовые. Жгут огонь. Читают мантры. Его отец был специалистом. И они браманы. Они не чувствуют дискомфорта. Вообще не думают об этом. Если посмотреть со стороны, с точки зрения евростандарта, на эту жизнь, скажите. Вау! Это же первобытный образ жизни. Если рассмотреть сознание, вы видите огромную разницу, что первобытные люди живут там. В комфорте. С этой точки зрения все по-другому. Как это? Ночь и день. Говорит. Вот для одного это ночь, а для другого это день. Они никогда не встречаются. Дневные и ночные жители. Но там царство, в котором были эти леса. Тот царь оскорбил браманов одно время. Совершил оскорбление браманов. Браманы все развернулись и ушли от этого царя, от другого царства. У них визы есть. Куда угодно. Браман может куда угодно. Таков закон ведический. Вы не можете брамана чем-то ограничить. Он должен быть независимым. Нужно сам, сам знать куда идти, что делать и где что говорить. Куда приходить, куда не приходить. Это их природа. Это браман. Не можете взять под какие-то контроль системы. Невозможно. Станет хиппи. Или кем-то еще. А они все развернулись и ушли. И все. И с тех пор уже 5-6 лет в этом царстве ни капли дождя не выпало. Они стали уже бунтовать и говорить, что царь не благочестивая. Как мы страдаем. Сколько лет уже уже. Все запасы зерна заканчиваются. У нас грозит голодная смерть вообще. Наш царь не может отрегулировать природу. Он не благочестив. Он совершил какое-то оскорбление должно быть. Он не служит Богу. Надо уходить из этого царства вообще подальше. Зачем в царстве написано, где плохой царь? Уходите оттуда. Не живите в том месте, где плохой царь или нет реки. И они собирались покинуть царство. И царь был в панике. И обратился к какому-то советнику Брамана. Нашел и сказал, скажи, в чем мой грех? Как исправить эту ошибку? Ошибка в том, что ты сказал Браману. Ты возгордился? Но если ты приведешь в свое царство самого чистого Брамана, как только его нога, стопа коснется твоей земли, дочь пойдет. Я подумал, где же взять такого чистого? Кто такой чистый? Кто самый чистый? Есть такой. Я слышал, в твоем царстве, в лесах живет такой человек. Он даже никогда не видел женщин. Это же понятие такое. Есть люди, которые понятия не имеют о Боге вообще никакого. Есть люди, которые понятия не имеют о Боге вообще никакого. Они понятия не имеют о женщинах. Ни о деньгах. Вот если он придет в свою столицу и коснется с тобой, дочь сразу пойдет. Но он, сын вот этого могучного Брамана, остерегайся, если ты просто возьмешь его силой. Проклянет. Отец. Он его воспитывал очень чистым. Что делать? Как же его призвать к царству и не оскорбить при этом его отца? Он тебя бережет в обрыве начали? Если он придет в царстве, он любит женщин. Что же делать? Большой риск. От одного проклятия избавлюсь, от другой проклятия получу. Он сидел на голову, не спал днем и ночью. Ну что делать? Царство пропадает. Как же мне быть? Какое решение принять? Тут одна женщина сегодня, старуха, приблизительно сказала, я знаю, как это сделать. Дай мне средства. Нужно создать плавучий остров. Я по реке сплавлюсь в то место, и мне нужна красавица. Красивая девушка. А я все остальное ускорбую. Говорит, ну делай, если что, на тебя проклятие упадет. Этот был плавучий остров. Ни лодка, ни корабль, просто плавучий остров искусственный. И они поплыли с этой красавицы в то место, сплавить вбросили якорь. И она, наверное, шептала, что нужно делать. Все аккуратно, очень. Очень тонко. В это время этот могучный браман, он уходил куда-то, совершая какие-то аскезы. Ежедневно куда-то посещал какие-то еще места. И, уходя, говорил сыну, что ты должен приготовить дрова, почистить хриферналик, и довернуть, совершим очередную ягью. Это было каждый день. Когда однажды офис ушел, сын пошел собирать хоррест, он увидел еще одного брамана. Ошельника. Он такой красоты не видел. Я подумал, это какая-то, что это особое эскезы. Он весь светится. Кожа его лосняная, гладкая. Шея, как рога. Губы, глаза, все другое. Это же плод, какие-то особые аскезы. И бедра, разве-то не как у меня, все другие. И тут спереди, в другую область, удивительную. Скажу, что за форма. У нас там такой тонкий или черный. Как плод, какие аскезы вообще, чтобы получить такую форму пеняющую. Те же, мурашки по коже и волосы дыма поднимаются, когда я начинаю это делать. Ты с какого ашема? Какой практикой занимаешься? Ну, какая практика, боже мой. Какая-то простоя практика. Но эта женщина играла роль брамана, как научила ее эта женщина. Старуха. Свой. Попробуй фрукты из моего ашема, сказал этот. Работ под детьми. Фиджапан. И дважды рожденный. И она знала толк в комфорте, как удовлетворять чувства. И она мне предложила фрукты. И когда пробовал эти фрукты, он точно пьянел. Это же мед, нектар, никогда такого не ел. Что за ашем у тебя, откуда ты? Как это все получается? Вы в раю живете, что ли? Да, я тебе кое-какой, я тебе чарнабриту принесла еще. На любом чарнабриту. С несколькими градусами. Как был чарнабриту вообще в зона сошел. Она сказала, я спешу, у меня практика. Я тут ненадолго. По своему обычаю, коснулась губами у щеки и убежал. Это брано. Фиджапан сел и задумался. Через какое-то число пришел отец. И говорит, шеджики сидит, улыбается. Кругом грязь. Дрова не собраны. В чернале не почищены. Сидит счастливый. Кто сюда приходил, скажи мне? Простил. Да какой-то брано был удивительный отец. Я таких никогда не видел. Он выглядит совсем не так, как мы. Он весь сел, такой прекрасный. Он принес свои фрукты и какую-то чернами. Понимаете? Дорогой мой, это не брано. Это какой-то ракши. Он сказал, будь осторожней. Это лиса. Тебя искушают. Ракши Зая. Они специально принимают такие образы. Но это иллюзия. Это и брано. Не забывай, что ты душа, дух. Отец сказал и снова ушел. И этот брано тут как тут. Пойдем я покажу свой аши. На этот плавучий остров. И там они так и жили. Старуха дьякость сняла. И обратно на парусах царства. И как только он пересек царство эту столицу. И сразу пошел дождь. Всегда счастливый. Но когда отец вернулся и увидел, что он понял, что произошло. Он в гневе решил проклять этого царя. И в гневе пошел в столицу. Но царь сделал как в сказке. В сказке, где мы оттуда. Царь подговорил всех своих поданных. Если пойдет этот брано, ты будешь спрашивать, чьи это владения. Вот вы все говорите, твои владения. Что я тебе принадлежу? Разгневанный брано вышел из леса. У него глаза его горели огнем. Он мог послепилить любого. Что за царство? Чье? Чьи владения? Где я нахожусь? Ваше все. Ваше святейшество. Это все ваше. Папа, это все другие. Пошел дальше. Это чье? Это все ваше. И гнев утикал, 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 утикал. И в конце он уже пришел на такой разгневанный. Все еще заряженный. И царь упал многим. Все царство твое. Не наказывай меня. Я ради других действовал. Я не ради себя. Царство погибало просто. Мне нужно было, чтобы пошел дождь. И только твой сын мог спасти ситуацию. Прости меня. Я свою дочь дам замуж за него. Обещаю. Все уже. Потерял брак начальник. Хорошо, сказал брат. Раз так ты учил, я снова говорю, Господи. Но ни одно условие. Как только родится ребенок у него, снова каскезы влезли. Хорошо. Такая история про Браманов. В этом смысле здесь, в этом мире нет чистоты, в принципе. Может быть и не стремимся к такой чистоте. Невозможно. У нас. У обычных людей. Но мы стремимся от детверить Господа читаем. Но попробуем. Но мне говорят на праске я за ничего. Маса, вот такие женщины. Не жениться. Нет. Не паху ни. Не людей. Не знал. Как бы ты ни был с ним. С ним есть. Не знай, с ним ученый Брама и Шудра. Мей крична ту два беда. Сей дву ру беда. Ты дуру знаешь много Охришны. Все, что нужно, слушать о Кришне, воспевать Кришну, как и как. Такой человек в жизни все чистый. Каким бы ни было, но спорта, то слухова Господа, в даре как шар. Но он по ветрам, по ветрам, все очищается, мгновенно все очищается. Наша задача помнить Кришну, повторяя святей к нам. Мы должны за этим следить, чтобы это дело правило и правильно делалось. Как задумыслить, что было правильно? Может быть мы не услышим, когда мы повторяем Джаку, что это правильно, что неправильно, трудно, это отследить на слух, может быть. Это внутренний вопрос. Но можем это определить как врач по симптомам. Почему это предно расстроение? А он повторяет мантру, соблюдать люблющий принцип, он не должен быть расстроен. Значит, ты не очень правильно повторяешься, не очень верно следующий принцип. Ты о чем-то думаешь другом. Ты делаешь все внешне, но ты о чем-то другом думаешь. Ты думаешь о каких-то привязанностях. Вот результат, ты расстраиваешься. Если твоя Джаба не минимальна, тебе трудно повторять ее. Как быка становится твоя Джаба. Так мы смотрим на настроение друг друга, и мы следим внимательно, почему расстроены, о чем вы думаете. Что, увидите какие-то проблемы, недостатки? Об этом нужно думать, когда повторяете мантру. Почему о Кришне думаете? Нужно следить здесь. Следить, как мы относимся к святому имени. Это самая важная забота о преданной. Самая важная забота о преданной. Все остальное тоже хорошо. Можно дать денег преданной, с кем не нужны. Можно помочь им отстанболить. Это все очень хорошо. Но самая главная забота, что он всегда помнит Кришну. И когда не забывал Кришну. Не поминаем друг друга. Для этого классы вагаватам ежедневно, чтение в них правопады, внимательная джапа. Конечно, у нас много обязанностей в жизни. Согласно нашему укладу, семья, квартира, дома, все это нужно поддерживать. Но это не так трудно в сознании Кришны. В правильном сознании. Тогда можно увидеть преданного, такого обремененного. Но он просто забывает Кришну. Не такой же большой преданной. Не так уж трудно, на самом деле. Все это дело в сознании. Но когда ослабевает сознание Кришны, даже легкая работа противна становится. Неприятная, неприязнь возникает. Вообще к существованию неприязнь возникает. То есть ягда означает, должен быть огонь горит. Тогда несложно совершить ягду. Но если огня нет, что толку лить в пепел, топленое масло? Вот такой пример. Если уж мы решили повторять Святое Имя, то зачем же думать о чем-то другом? Зачем же вот этот огонь лить в воду? Нужно думать о Кришне. Слушать Имя Кришны. Следить нужно, чтобы ягда совершалась правильно. В тот же час, в тот же миг. Если мы это делаем правильно, мы чувствуем связь с йогой, мы чувствуем связь с водой. В сознание Кришны можно войти за один круг мантры. За один круг мантры. Кто-то может это сделать сразу, один раз произнести Святое. А кто-то не может даже через 16 кругов сознавать Святое. Каждый день. Хотя и стараются вроде бы. Потому что это не просто ритуал, не просто какая-то внешняя церемония, это вопрос выбора. Мы повторяем, но мы должны это делать так же. Внутренне повторяем. Поэтому часто тут наша свобода выбора. Вот это самое вопрос. Тогда это называется ягдя. 100% полноценная ягдя. Тогда мы понимаем, что такое ягдя. Что такое значит, что будет творить Кришну. Вот она ягдя. Когда Кришна доволен. О, какое блаженство. Какая ясность. Сколько энергии, только энтузиазма. Жить не трудно становится. То есть все это решение, конечно, мы находим в Святом Имени. Но если мы воспеваем Святое Имя без веры, или совершая, укоренившись в каком-то оскорблении, может случиться так, что воспевание может привести к падению к геоградации. В этом случае, говорится, лучше вообще не повторять мантру. Поэтому мы получаем посвящение, чтобы повторять мантру. Второе рождение, чтобы осмысленно дать обед и осмысленно ставить на этот путь, выбрать его. Как вчера мы говорили, либо вы лебедь, либо вы ворона, говорится, вы не можете быть уткой, как двум господам не услужим. Если мы воспеваем имя Кришны, значит, мы выбираем Кришну. Не так, что время джапа мы выбираем Кришну, а потом мы выбираем чувственное наслаждение, греховную жизнь. Чередуем то и другое. Тогда мы не сможем поддерживать их высший вкус жизни. Браман – это тот, кто утвердился Браманом. И это вот наша задача с вами стать такими. Браманами воспитать себе качество Брамана развития. Через Санкифтан-Ярми. Нужны Браманы, нужны кшатри, нужны ващи, люди высших сословий тоже нужны, не только шудры, сознание имеет себе. Из-за этого следит Господь Кришна и Его преданные, чтобы ягод совершался. Самое главное, чтобы ягод совершался. Все остальное будет несложно. Какие будут вопросы дополнения, пожалуйста. Если получаем этот здоровый инициатив, то вы получите. Еще он будет качественным. Как это бывает с таким? Согласитесь, предлагай. Я, если не готов, получите получать здоровый инициатив? Нет, я получу, а внутри качество. Еще нет квалификации. Но мы над этим работаем. Работаем. Но по милости чисто и преданным получаем посвящение. Но мы благодарны. Мы хотим им платить это долг. Но работаем не на это. Это нормально. Нормально. Если мы видим, что человек, получив второе посвящение, считает себя негоалифицированным и смиренно улучшает свое служение, это хорошо. То есть мы видим, что человек, получив второе посвящение, начинает гордиться этим. Вот это проблема. что мнение квалифицирован считает что он квалифицирован просто благодаря обряду это не очень правильно связано но если он считает что он не квалифицирован он просто по милости получил и он старается улучшить его служение это искренне крайне хорошо браво на тот кто ответил сюда почему совершаются преступлением было сказано что конечно те кто в духе утвердился не совершать есть разные уровни браманы разные силы духовные исправлены которые только изучают беды еще не твердились ищут есть брамы изучившие веды есть брамы на которые пытаются тратить смысл вверх если уже поняли смысл вверх есть брамы на которые придались кришкам все брамы есть брамы которые соблюдают брамачарию на срок изучения ветка потом не соблюдают унижение с разной разной категории все существует это описывается и на каких-то уровнях человек может совершить грех такие брамы которые вот недостаточно возвышен еще могущественные и кшатри они обычно ссорятся они упрекают друг друга иногда даже берутся кто-то гордится что брама ну так вот есть история девятой песни о шармишке и да 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 поссорились и кшатрика сбросила эту браманку в колодец случай не квалифицированный браман и кшатри кшатри он не имеет такой квалификации как браман склонен к ссорам конфликта вспыхивать если брама не квалифицированы они ссорятся эти классы не затрудничают есть могущественные права превосходит этот уровень материальные и брамане на самом деле они совершают грехов не как мировые судьи миротворцы уступает воду есть браманы которые именно я не совершают как профессионально хорошо это делают именно могут прочитать хорошего тука резина из массового огонь и с ритма эти соблюдать тоже браман считается но не означает что он браман выше категории просто проводят ягу скажем еще не означает чтобы были визированы сто процентов или киртен хороший вам прийти лекцию хорошую может дать еще не означает что он чистый бред просто может хороший оратор может быть хорошо понимать философию человека разумеет барманический но это не означает что он уже могучный браман стал возвышен брама должна быть скромными очень смиренный ну то есть есть разные уровни браманов тогда какой критерий по какому-то критерию бисе на ближайшие это брамана не брама банк обычно про по деятельности различают породу деятельности например человек изучает шастры и преподает шастры добра или человек может проводить я не постоянно про то что делится романтический или он проповедует постоянно путешествует до браманической лечки так можно принять забрать потому что качество брама может иметь и шутра говорить как разговаривать между на куш июди 4 и на куша как раз вот этот сложный вопрос задает эти штыри как различить брамана шатревающую шутку ведь качество брамана смирение честность религиозность но и шутра может быть религиозным честным и смиренным разве нет все могут из качества брамана тогда как же мы различаем эти вещи на хуже спрашивает эти штыры говорит породу деятельности здесь мы опираемся на род деятельности такая что в арманический голос будет у всех предатах а род деятельности может отличаться это варнаш матдхарма можно так сказать что гуна и карма как богов деятель гуна и карма а что из них является более приоритетным гуна и карма приоритет на гуна качество если мы разве качество брамана признаться правами у нас движение как будет будет или если кто-то из браманов занимается деятельностью шутры кто-то из браманов занимается действующая атаку авкалию кто-то из шутер занимается деятельностью брамана кто-то из шутер занимается деятельностью шатрия видите что происходит кто-то из шутер занимается единицы вашей но в этом движении должно быть кто-то избранного занимается деятельностью кто-то из брамана занимается деятельностью шудры, потому что по качественному все браманы и только деятельность различает классы. Бхагнина такой говорил, что каждого времени нужно считать кофе целевым браманом. То есть гуна у них брамана, но карма может быть равна. А карма любая. Карма временная, поэтому на нее... ну как там, мы к этому не относимся как к основополагающим принципам. Карма временная, а все остальное постоянно. — Получается, в Харь-югу не всем, да, сужаем, как бы, наэшти-кабрамачари? — В Харь-югу нет, наэшти-кабрамачари. Существует. Наэшти-кабрамачари тот, кто вообще не думает жить. И в присутствии женщины никогда не беспокоится. Это наэшти-кабрамачари. Это не тот, кто просто прячется от женщин. Так тоже можно сравнить брамачарию. Но наэшти-кабрама, он не обеспокоен, он хира фактически. Он не обеспокоен вообще этой идеей. Он смотрит на женщину и думает, чья-то жена, чья-то дочь, чья-то мать. Все, вы не беспокойтесь. Вы же смотрите, деньги у кого-то в кармане, он может беспокоиться. Его деньги. Не мои. Но если вы приведете денег в кармане, беспокоитесь. Вы вор. Тогда вам нужно вообще в обществе не находиться, не общаться. Если мы в сознании как воры, то мы с женщиной вообще не можем общаться. У нас есть тенденция воровать, брать. Брать то, что не принадлежит. Вот если шудра развил кастер-кабрама, он не может, да, это прорубь не свидетельствует. Все равно карман такая шудра. Он может проповедовать. Кива-И-пра. Кива-И-пра. Шудрак, я не знаю. Он может проповедовать по-своему. По-своему в соответствии со своими способностями. Он тоже проповедник. Все в сознании Кришны на нашем деле, все проповедники. Просто каждый делает, как умеет. Попытайтесь понять. Это не важно, к какому классу принадлежите в сознании Кришны. В сознании Кришны мы равно относимся ко всем духовным. Чем бы они занимались. Кива-И-пра. Кива-И-наза. Шудрак, я не знаю. Ты гуру. Ты духовный наставник. Ты духовный учитель. Для кого ты или для всех это не имеет значения. Провадок для всех гуру в исходе. Единственный. Для всех. По праву занимают твои. Другие гуру тоже для кого-то гуру. Для кого-то, может быть, они не являются абсолютно авторитетом. Каждый из нас тоже для кого-то. Он может быть учителем. Для кого-то нет. Это не важно. Ты гуру, говоришь. У тебя есть один последователь, которого ты воспитываешь сознание Кришны, ты уже духовный учител. У Гороги Шорда Звабджи было два ученика. Как развить безупречную искреннюю любовь к Кришне? Не совершать исправления? Как развить любовь, чтобы он превращал в механический процесс, чтобы искренне было сердце? Если внимательно отнестись к Кришне, его имени, форме, качественным играм, любовь сама по себе проявится. Это просто внимание. Через усилия? Какие-то усилия. Какие-то усилия. Нужно предлагать, чтобы ум не убегал. Убегает, мы возвращаем. Мы тренируемся в этом. Внимание. Но в прошлые века, в прошлые времена, ведические времена, люди знакомились не глазами, а ушами. Они слушали друг друга и других источников. Никто сам о себе не рассказывал. Много примеров, как Дамаянти услышала она Али Нала Дамаянти. Как рук меня. Она никогда не видела Кришна, но слышала о нем. Она написала письмо. Я не хочу за Шишу Павлу, хочу за тебя. Спаси меня. Она слышала о нем. Достаточно было. Сейчас люди в века ли сами знакомятся, сами друг о друге рассказывают. Но они не все рассказывают. Они искажают факты. Ладно, чтобы другие рассказали еще. И вот они узнавали о других друг о друге. Так они проявляли любовь. А Кришне мы должны услышать о других. От кого? От честных предок. Мы полюбим его. Вся проблема заключается в том, что мы слушаем о Боге татриста и не преданных. Поэтому любовь не проявляется. Только сомнения увеличиваются. Один говорит, Бог на моей стороне. Другой говорит, Бог на моей стороне. Третий говорит, на моей стороне. Один говорит, кто такой Бог? Расскажите о Боге. Кто на вашей стороне? Кто он такой? Не знаю, оказывается. Он не знает. Нет знаний. Зачем слушать таких людей? Слушайте тех, кто имеет отношение с Богом. Кто может рассказать о Него? Кто имеет Бхактии? А в древние времена гуру, браманы, они в основном были женатые люди. Ну, как бы, крыхасы. Ну, как бы. Были, конечно, отреченные, но они, в основном, это были гуру для взрослых, таких уже стоявшихся в личности, вот как Барушрама, ну, Макухарти или там. А в основном вот те, которые детей воспитывали гуру, они все были женаты. Ну, как бы. То есть это Аши он был, там, родители, да, там жили. Скажите, а вот как здесь тогда, вот если в женской энергии, вот вы говорите, что это греховно? Греховно? Нет, не греховно. Почему нет? Греховно чувственное наслаждение. Если женщины используют чувственное наслаждение, а это греховно. Не поняли, ребята. Я думаю, что такие женщины молчаливые, посмирели все. Они поняли, что они бая, сидят тихо, не двигаются, окаменели просто. Мужчины воспряли сразу же. Нет, 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 не об этом речь шла с вами. В женщине ничего греховного нет. Так же, как у мужчины. В отношениях есть грех неправильный. Если вы принимаете какую-то женщину или девушку, как свою жену, это не грех. Но если вы смотрите на всех, как на свою жену, это большой грех. Вот в этом проблема. Пропада оценил западный мир. Он сказал, что западный человек современный смотрит на всех женщин красивой, как на свою собственность. Вот оно сознание. Вот это греховно. Займите женщин и деньги в сознании Кришны. Хорошая энергия. Они дают вдохновение. Но если вы попытаетесь найти их для своего чувства наслаждения, вы упадете. Это опасно. А женщины? Все сейчас думают, а где таких мужчин нет? Их нет. Вот видите, нет ни женщин, ни мужчин для Кришны. Вот наша сложность чего. В нашей личной жизни только остаются проблемы. В практике все хорошо, в личной жизни все трудно. Потому что нет мужчин и женщин достойных. Нет рамы, нет ситы. Где они? Ушли в прошлое. Как научиться смирению? Смирению. Это служение, вкус служения, я бы сказал. Вкус служения. Есть служение как работа. Человек разгордится с ним работой. Если он служит от сердца, он все равно засмирен. Этот вкус служения почувствует. Это вкус духа. Вкус души в этом. Потому что душа это слуга. Отлично. А вот еще такое у меня с Махафаром. Когда вот там дров бандитами, подзываешь сквозь, пойдет. Между штирой жанта молчал. У меня цена, что он никаких нервных рейдов, чтобы это чтить. Поскольку он императ, поэтому почему-то появился. Следовал Дхарме? Он должен быть, наверное, здесь как бы. Есть. Следовал Дхарме, как раз он. Он тогда, он же проиграл царское положение. Царство проиграло. Он же ракон был, бежен всем. И согласно этому они шли. Не знали, как поступать шаг за шагом. Шагу не знал стратегию. Что это еще не сможет переступить через карму. Вот они пришли к тому, что могли. Поступать с ними как с рвами, как угодно. Злоупотребляли, цены положили. Тогда возникла эта идея. Обозорить на века уже необратимо. Решить чистоты, образ дров бандит. И все это, говорит, кончено уже окончательно. В основном. Если раздеть дров пади, царицу, все, никогда народ не примет уже. Никто не примет. Это на втором деле. В первом деле он знал тоже, что делать. Шагу. И Кришна мешался в то время. Но Кришна бесстойчив, как бы у нас. Все это слово так же. То есть, так должно быть. Да, да. Он защитил дров пади. Предпреданному. И мне дался этот план. Они служили только проклятие в ответ. Что их словно, так сказать. Кришна защитил свою предель. Все вернул против врагов. Все их оскорбления против них. Ничего нового даже не добавил. Это их же злодеяния. Они даже от себя ничего не добавили. Потому что защитил преданному. Угу. 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 для хороших делайте вы живете дома делать это как получается иногда будет получаться или не будет получаться мало ли что дома получается там это несчастный случай просто ругаться и заболеть все что угодно и потом там просто плохое настроение или лень дом это несчастный случай но пытайтесь когда у вас есть настроение и когда есть время делайте так старайтесь каждый если трудно дома делать видеть что не справляетесь с собой живите в храме немножко там дисциплина вы войдете почувствовать вкус дома довольно приятно делать так можно еще и давать иногда приходить храм какие-то дни пожить храм побыть то есть предмет с садом это определенное желание не было раскрывать это все несовершенство да хочется сильно избавиться от определенных желаний и милости вот у Кришны просишь но совершенно другое уходит мы говорим Кришна убери эту гору ложная вега передо мной гора неприступная впереди Кришна я прошу убери эту гору а Кришна действует как не убирай гору вот на ноги хорошие двигайся и здесь вот там он он из нас из инвалидов делает ходячих духовно и мы начинаем карабкаться на эту гору эту ложную вега переходить ее переправляться Кришна больше не могу слишком круто я тебя запишу на курсы скалолазания там хороший тренинг идти к Матхупате на вахтопрограмм у тебя появятся зацепки начнешь двигаться кошки кошки тут ледник Кришна невозможно я тут замерзну ну тогда при большую дубову мучитель у меня стопит твое сердце вот таким путем то есть мы должны преодолеть теперь эти вот эти вот эти горные ложные концепции мы же сами мы должны выйти отсюда мы должны разотвочить себя очистить себя вычистить этот мусор перешагнуть все эти ложные препятствия которые кажутся непреодолимыми Кришна даст эту травму эту силу даст общество предмет он все дает мы двигаемся мы должны быть ленивыми что тут сложно читать книги правопады но предные плохо читают какие аргументы ничего серьезного нет этого серьезного аргумента не важно нет вот это искреннее председание желание нет достаточно общаться с правопадом и мы ждем когда же Кришна пошлет мне эту прему вот према в книгах правопады там према пожалуйста сколько угодно чистая према так у каждого есть свой ум так ведь кстати вы можете жить всю жизнь учтите он спуску не дает так ослабление не даст должны сами с ним справиться не будет такого дня как он придет скажет ну все я сдаюсь нет не 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 он обманет вас теперь ты победитель он скажет ты дигвижай мировой победитель он скажет вот наконец он понял меня кто я такой и опять мы обманем дигвижай народился новый вы никогда вот так не победите заставьте его слушать грибиш на матру не используйте с ним он хитрее вас будет он упрямее вас он сильнее вас заставьте его слушать свое имя тогда он согласится с вашей душой начнет транслировать настроение души тогда это друг вот тогда вы будете мурашки по коже чувствовать да я джаз да экстаз есть все это вот этот ум становится чистым слугой кришны как хорошо на самом деле заставьте его слушать заставьте его слушать постепенно без раздражения шаг за шагом мягко но настойчиво слушай получай дозу счастья получай дозу умиротворения ты всегда возбужден ты всегда беспокоишься ты всегда на кого-то обижен ты всегда с какими-то претензиями слушать викторину то есть скугать его нельзя да? почему нельзя? поискотанцер растворите берите башмак и сто раз утром сто раз вечером в гитте говорится в транс постепенно уходите здесь что имеется ввиду в транс постепенно так хорошо потому что если мы не выберем правильную скорость опять же ложное эго может вырасти но когда ум привлекает нас к чувственным наслаждениям тогда башмак не то что постепенно сегодня выпил бутылку водки завтра выпил половину нет прекрати это немедленно то есть тут башмак нужен хороший это же страх нужен какой-то адское адское жизнь это путь в ад вообще где-то вы должны быть строги строги что касается чувственных наслаждений вы должны брать башмаковицы что касается постепенного хода в транс должны быть осторожны постепенно не спешить стать чистым преданным никогда не думайте что я чистый преданным если вы думаете я еще не готов я еще стараюсь я еще учусь я еще очищаюсь я еще должен работать над собой это безопасно но если вас притягивает чужой мужчина чужая женщина то берите палку берите палку берите башмак это серьезно тяжкие грехи избегайте не отмойтесь потом это жизнь его можно сломать знаете лучше избегать тяжких вещей какие-то грехи маленькие мы всегда делаем что поделать панчик калпатру без чая ну что совершаем оскорбления и ошибки но тяжкие вещи будьте осторожны берите палку в руки держите в узде это животное тело имеется ввиду наша репутация тоже важна значит кто нас послушает а если свободный мужчина то свободная жизнь свободный мужчина и свободная женщина и сердце пождем тогда это не такой тяжкий грех если кто-то хочет выйти замуж это же не грехом не бойтесь этого наоборот это хорошо выходите замуж но хорошие семьи создавайте только не выскакивайте замуж будьте осторожны тоже выскакивать не нужно замуж а то обратно будет трудно выскочить всю жизнь будете мучиться тоже тоже не хорошо конечно судьба и судьба но тоже будьте осторожны иногда лучше не выходить замуж чем выходить замуж бывает такое время вот узнав о болезни как оставаться спокойным узнав о болезни как оставаться спокойным невозможно быть спокойным нет а приходит болезнь ум конечно будет беспокоиться но это просто возможность предаться кришне быстрее это единственная возможность использовать беспокойство ума невозможно вот как успокоиться узнаете о том что у вас серьезная болезнь первое что вы почувствуете вы сильно расстроитесь вы сильно испугаетесь и будьте начнёте делать как спасти себе болезнь будете думать о спасении болезни это естественная реакция первая реакция потом вы начнете уже осмыслить глубже ситуацию вы начнете понимать что жизнь временна В любом случае, нужно уходить когда-то из жизни, начнете готовиться к этой концепции, к принятию. Потом будете приближаться к Богу, больше, 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 и потом страх уйдет. Страх потом уйдет, и вы почувствуете близость к ближнему. Есть удивительные примеры. Сегодня или завтра мы должны уйти от болезни, сейчас обычные люди уходят в медицину, естественно, смерть не надо, умирает, болью, 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 кто не умрет, скажите, все должны заболеть в свое время. Я однопрянно говорил, скоро я оставлю тело, лучше новое молодое будет, а вы не будете страдать. Радоваюсь, надоело, это тело страдает. Но вы должны чувствовать, чувствовать в этой ситуации, если это серьезная болезнь, как вы говорите, серьезная болезнь, серьезная, как вы говорите, вы должны чувствовать, что место ваше новое уже готово к ней, это хорошее. Очень хорошее место, что вы стремитесь к Кришне, для вас будет готово хорошее место, поймите правильно, вот об этом нужно думать. Вы делаете шаг, но вы уже сразу действуете другой ногой, уже следующий шаг смотрите, верно? То есть уже видите, куда уже место есть, куда вы наступаете, как вы двигаетесь, думаете именно об этом. Да, есть инкарнация, но какая моя следующая жизнь, вот сейчас о чем нужно говорить, вот куда я сейчас наступлю дальше, вот что важно для меня. Иногда я переживал подобные вещи, когда были ложные диагнозы, не оправдывались диагнозами, несколько раз. Я чувствовал присутствие, приближение этой черты, как бы холодной. И было смешанное чувство, сначала он беспокоится, как я говорю, почему ты не готов сейчас, внезапно, неожиданно столько дел, а то обычно чувствую, потому что заняты. А в глубине сердца я чувствую, что счастье есть какое-то, то есть скоро я могу освободиться от этого всего. Душа же действует, и она чувствует это по-другому, знает по-другому. А та часть души, которая связана с телом, она тесется. Да мне не столько за тело, сколько за детей. Дети? Все, как Кришне, мне думают, что нужно сильно беспокоиться. Меньше комфорта будет у детей, это не вредно. Если они, как бы, имеют эту семью преданную, это очень страшно. Как предаться Кришне и не надержаться за материалами? Ну, то есть, за эти ложные желания. Это же предаться Кришне. Еще хочешь раз, да? Больше. Больше, ну, где-то. Больше, да, да. То есть, радостный человек, адекватный. Разум есть, есть молодость, энергия за дни, это служит Кришне. Посвяти себя. Так ты себя познаешь основательно в процессе этого. Все, что ты отдашь Кришне, это будет на веке твоей. Хорошо. Есть вопрос? Ну, последний. Вот когда, то, что кто-то помог, это, и такое состояние, что благодарю. Это хорошо? Благодарность? Да, благодарность. Это же хорошо. Все, что огонь и вода нет, и кто-то вытащил, и видишь, и чувствуешь, что благодарю. Бабки начинаются с благодарностью. Очень хорошо. У нас же не к невесту приют. Конечно, конечно. Приехали за поздравлением, наверное, да? Все, уже факт срешился. Нет, еще преди. Когда? 24 фаная. Можно считать, что все. Все, врачунов. Некоторые формальности радостные. Лица у вас веселые, позитивные. Сверху, атак вам. Предные вас благословят. Все, вискотные, все рады. Уже слышали о вас. Спасибо. Ну, вы знаете, да, что такое брак, ответственность. Ну, и вот, чтобы выполнить предназначение, трудное предназначение, вы должны давать силу друг другу. Усиливать ваш союз. Духовно сделать, да. Дружба очень крепкая вся эта. Уважение росло. Брак, он не распадался. Вот сюда, как раз. Углублялся. Духовно. И в любом браке появляются дети. Должны быть очень хорошие дети. Все на них пишут. Мы раньше боялись семей, детей все. Ну, не сам, а с угорячанами. У нас то, что делать досы на них пишут, то, что делать все. А? Все обвинулись на меня. А что? Я потому что про тебя упомянул. У меня лишь, что Дима народятся. Нет, поехал. Нет, не нужно с этим связано. Да, на этот взгляд. Вот. Сначала к этому очень осторожно, с опаской относились. Потому что батя станет развивать. Сказал же тогда, он сказал, что если я был уверен, что родится преданным, я имел бы отношение с женщиной сотни раз. Что были хорошие, с удовольствием, пишут, ну, дети. Но я не уверен, поэтому я женился, он так сказал. Мы думали, мы тоже не уверены все. Вот, а жениться надо, и точно Дима народится. Но стали ожидаться дети потрясающие. Все. Такие хорошие дети ухрены. Наш опыт такой. Поэтому мы это приветствуем. Что мы ожидали звуковым детям. В этой традиции. Поэтому нужна программа защиты детей. Защиты детей, да. Очень важна. Это первая программа, которая... А ну-ка. Первая. Это номер один задача. Это главная наша обязанность руководства защищать детей. Чтобы защитить детей, нужно научить образование. Родители должны знать, преданные должны знать. Руководство нужно знать, или будут внести. Предписание, предстоящие с ней. Это отдельная тема. Если хотите, мы тоже обсудим этот вопрос. Как это делать? Это серьезная тема. Есть Дибакинадо, но вы знаете. Он вырос в семье. Преданных прожил в Гуракулию. Я его помню. В Минске он в Минске Гуракулию. Выпадающий маленький. И сейчас, когда он проповедует, людям интересно увидеть человека, который вырос в семье. Крешноя. Поэтому к нему приходят служители. Все замечают, что да, есть что-то здесь. Никто не может это как-то протестовать, опровергать или выступить против. Есть что-то особо ценное. Что-то особо чистое. Преданные, хорошие дети. Мы еще не были в Саднане Кришне. Родилась в Раджадеве у нас. Но через три месяца мы уже были в Саднане. Саднане преданных. Так что она в Минске родилась. И уже екатерианка. Никогда не питалась пищей. И не видела ничего. Кроме приятных. Не видела ничего. Как тот и шичневый был. И тогда были 90-е годы. Это было страшное время. Даже по улице было страшно ходить. Детям и женщинам. Води такой кругом Божьем. И мать очень переживала. Я-то как мужчина думал. Все под защитой Кришны. Мать переживала. Что у детей нужно предрекать? Она спасла несколько детей в Екатеринбурге. Она увидела опасную ситуацию. Женщина к этому очень чувствительна. Мужчина пока дойдет эта тема. Женщина должна заниматься защитой детей. Наблюдать, чтобы дети были под надежным. Как правило. Как правило. Хорошим. Потому что детей развратить легко. Они даже не понимают, как это происходит. Это пожизненно было. И она спасла дважды случай. Она мне указана на этих случаях. Она мне помогала. Я потом обращал на это внимание. Ну, Боже мой. Как же я не видел сразу этого всего. Фатеры этих людей за штырку. Да. Пинком. Вышибали из общества вообще. Дважды было. По опасности было Горького. Такие чистые дети. Такие привлекательные дети. Знаете. Тогда как намерт. Есть такая категория людей. Вот. Горьчанка. Благодаря ей. В Екатеринбурге не было таких эксцессов. В Москве были эксцессы. В Петербурге были эксцессы. Везде. Моя Пури. В Пуриндаване. Боже мой. Кругом. Но нам нужна женская энергия. Чтобы следили. Защищали детей. Как матине. Очень чувствительны. Таким тонкостям. Мужчина не всегда думает, что это майя. Но это женская роль. Важная материнская, женская роль. Поэтому этот союз очень важен. В служении Кришне. Мужчина женщин. Хорошие браки. Чистые. Чистый принцип брака. Ведь забота о детях. О детях нужно прежде всего позаботиться. Женщины, дети, старики. Прямо на коровы. Дети сейчас на первом месте. Зачем детей? Живем в мире довольно развращенном. Детей нужно беречь. Ну, спасибо. Ладно, на этом закончим тему. Поехали. ��. Т еразни. Помил с читанью. Чем-то червон пробуки. Т еразни. Дети сейчас на живой. Неч пять.